Рота-подъем. Совсем скоро для почти трех сотен военнослужащих 38-й отдельной краснознаменной мобильной бригады эти слова будут звучать только в ночных снах. Стрельбы, марш-броски, учения – все это останется здесь, в части, где год или полтора года назад началась эта история. История о том, как закалялся характер, воспитывала сила воли и уникальный внутренний дух, которым знаменитые бойцы крылатой пехоты. Службу провел в разведзводе, куда попал сразу же после распределения курса молодого бойца. Очень рад службой, доволен, много чего для жизни, знаний взял. Командиры были хорошие, учили, передавали все навыки, все, что знали, все принимал. Попал в лучшие соединения нашей страны. Служба прошла как один день. Просто весело, очень сильно, интересно. Ну, эмоции, в первую очередь, встретить мать, подарить ей красивый букет за то, что дождалась единственная, кто ждет – это мама. Все поцелуи, наверное, будут ей сегодня. И улыбки, радость – все ей. Во второй раз прощание с военнослужащими проходит на территории крепости. На месте, где год-полтора года назад эти ребята приняли присягу и дали клятву достойно нести гордое звание десантника и продолжать традиции, заложенные бойцами сил специальных операций. Многое пришлось пройти, чтобы сегодня с чувством гордости произносить главное для военнослужащих слова – за ВДВ, которые пригодятся не только тем, кто решил остаться в стенах части, но и тем, кто сегодня-завтра вернется домой. У нас в этом году около 40 человек остается на контракт. Из них 40 человек у нас остается на контракт. То есть это говорит о том, что в этом случае мало того, что понравилась служба в армии, правильно, то есть это не было как кабыла, например, да, говорят, что служба в армии, некоторые там думают, что полтора года, там, это вот лишь бы прослужить и вернуться обратно. Нет. Для них это, может, и были какие-то мысли такие вначале, по крайней мере, но потом, когда они занимаются делом, когда идет боевая работа, говорится, это же интересно, им, да, тяжело, да, тяжело, конечно, но они мужчины. Уходит дембель домой, уходит, прощаясь с ребятами. Это время, с одной стороны, радостное, многих дома уже заждались родные и близкие, с другой стороны, немного грустное. Те 365 войсковых будней, проведенных на учениях и в казармах, на занятиях и полигонах, в окопах и землянках, разделяя печали и радости непростой военной службы, больше не вернешь. Многие из тех, кто уже успел стать настоящими проверенными друзьями, уедут в свои города. Но нельзя говорить о том, что история этих ребят в голубых беретах завершилась. Она продолжится, ведь бывших десантников не бывает. По-любому буду связывать свою дальнейшую жизнь с военной службой. И тем, кто идет служить, хочу пожелать, чтобы они, во-первых, не боялись ничего, никаких трудностей, чтобы они всегда были первыми, потому что ССО и ВДВ – это сила.